Всем большой привет! Я спешу с вами поделиться покупками, подарками, заказами, чего-то только вокруг меня нет, на разные вкусы, разные предпочтения, много радости, как моей, так и членов моей семьи. Заинтриговала? Давайте смотреть. Дело в том, что я вам обещала снять уход на месяц, но полкухни завалила покупками подарками и поняла, что сначала нужно снять этот ролик. А потом я еще поняла, что у меня влог не слепленный, не склеенные кусочки, а во влоге я покупаю это все. И вроде как получается, сейчас я сниму третий ролик, который выйдет на канале, потом я сниму уход и буду склеивать второй вот этот влоговый. То есть у меня будет в разном порядке, но должны выйти все три ролика практически одновременно. Ну, сейчас я вам рассказываю, можно сказать, в третьем ролике, когда вы уже первые два увидели, а я их еще даже не снимала. Хочу начать с подарка. Катюш, огромнейшее тебе спасибо! Катя меня решила порадовать. У Катюшки канал назывался канал Винегрет, но, по-моему, около года она там ничего не загружала, но, тем не менее, канал у нее есть, существует. Огромное тебе, Катюш, спасибо! Она решила меня не просто порадовать вкусненьким, сладеньким к чаю, но она мне подарила и чай, и этого вкусненького столько, что, как сама Катюшка пошутила, это годовой запас. Это правда годовой запас, мне кажется, я очень многих смогу в гости позвать и накормить. Чай, впервые такой вижу, Катюш, не пробовала вот такой, я вот через Валберис, Катя мне подарки посылала, я сходила, получила. Мы сейчас с вами откроем, посмотрим. Я специально не открыла, чтобы, ну, вдруг кого-то заинтересует, захочет заказать, а тут я не забуду уже упомянуть, что все приходит хорошо упаковано в пакетиках. Пакет, ну, сама коробочка немножечко помялась, но это не критично, главное, что чай целенький и все в порядке с ним. Чай с травами, называется Темпле, может, Темпле. Давайте я вот так вот покажу поближе, что здесь есть. Тут и чабрец даже. Вот так покажу. Ну, я думаю, что будет вкусно и приятно, не содержит ГМО и по весу 70 грамм. Ну, и сами чаинки, ну, видно, что тут чего только нет, скорее всего, будет вкусно и приятно. Огромное, Катюш, спасибо. Катя сказала, что она мне пришлет любимый свой чай, и получается, я буду пробовать, узнавать, что же любит Катюшка. К чаю. Что же к этому чаю? Ну, во-первых, девочки, уже не первый раз, которые балуют меня, мне на карту приходит некая сумма на шоколадку. Вы уже знаете, что такие шутки уже не первый раз, но шоколадки я, естественно, покупаю раз на шоколадку. Девочки, у меня, наверное, уже слиплось. Я вам говорила, что у меня слипнется. Представляете? Катя мне кинула на 300-граммовую шоколадку. Я ее приобрела, купила. Катюш, это тоже годовой запас. Буду, конечно же, с огромным удовольствием всей семьей и всеми друзьями, которые будут к нам приходить в гости, это поглощать. Но это не все. Сегодня Катя сказала, что еще кое-что приехало к чаю. Пошла я на Валберс. Она меня предупредила, возьми пакетик, там 2 килограмма. Я думаю, ну, может конфеты 2 килограмма на мне? Нет. Ни за что не догадаетесь. Я бы в жизни не догадалась. Сейчас подниму. Коробка. Халвы. Вы представляете? Коробка. 2 килограмма. У меня полдня истерический хохот. Это правда, вот реально, самая настоящая колба. Свеженькая. Видите, она даже вот коробку, форму коробки приняла. Как есть форма коробки. Катюш, ну, это 2-х годовой запас. Огромное спасибо. Тут, мне кажется, и чувство юмора включено. Я так и буду хохотать. Опять я включилась. Я раньше была вообще пустосмешкой. Если меня что-то рассмешило, то все, это... Меня ничто не успокоит. Ну, в общем, вот такой вот чудо-подарок оказался. С халвой, с шоколадом. И вот чай. Темпле, темпле. Катюш, спасибо. Я на твой канал оставлю ссылку. Познакомиться, если вдруг кто-то захочет. Ну, вообще, Катюша молодец. Она такая рукодельница. За что не берется, у нее получается все очень-очень здорово. Молодец. Она сейчас и заколки делает прямо уже на таком высоком уровне. И увлеклась сейчас бижутерию делает. И тоже красиво очень получается. Здорово. Подарки неожиданные закончились. Я вам показала. Давайте теперь по покупкам пробежимся. Тут будет и Магнит Косметик, и Фикс Прайс, и Валберис. Во-первых, сразу хочу... Тут под рукой просто лежат пакетики. Я иногда в магазины специально захожу брать какие-нибудь вот красивые пакетики, чтобы, ну, как бы не Дикси носить пакет с собой, когда нарядный откуда-то идешь, а что-то симпатичное. В общем, первый я взяла вот такой хорошенький цветной зонтик Эйфелева башня, черно-белый. А второй вот прямо лето-лето. Вот такой вот праздник. По 34 рубля оказались пакетики. По-моему, слишком дорого, конечно. Но, с другой стороны, все равно приятно. На Валберис такие пакеты только плотнее. 8 рублей стоят. Да, тут 34, но вот такая вот красота. Так, я не буду вам показывать, или не все буду показывать. Вот заходили в зоомагазин. Вот вы во влоге наверняка посмотрели там. Если не смотрели влог или перемотали, посмотрите вставки из зоомагазина. Я влюбилась в кого? В ящерицу. В хамелеона. Это чудо. Это просто чудо. Разумное чудо, которое и на ручке любит, и прямо к людям бежит, и дай пять делает. Ну, в общем, чудесный такой зверек оказался. Я думала, они только спят, и цвета меняют. Ничего подобного. В общем, Люське купили и такого. С Валберис 24 пачки жидкого. Ну, в общем, Люся у нас полностью в подарках. И также травку взяла Люське. Будем сеять. Потому что она опять на мои букеты. Ну, в смысле, не на те букеты, а вот в вазах цветы стоят, и она опять начала к ним приставать. Поэтому вот это для Люся. Ну, давайте я сюда положу с уголка. Не будет вам видно. В магнит косметик я взяла себе Bimax ароматерапия. Взяла самый дешевый. Рубли 200. Он стоил 1,7 кг. Мне как раз постельное нужно перестирать. И вот увидела, сразу взяла. Далее. Чего я тут еще? А, фикс или Валберис, что вам показать? Давайте я вам покажу Валберис. Вот что я увидела на Валберис. И подумала, что в ролике, если такой вот каминчик будет, фонарик при этом каминчик будет стоять, это будет что-то красивое. На список декоративный светильник камин. Можно еще Максу на полочку. Он идет от батарей. В общем, включается, выключается. Батарейки я тоже взяла в фиксе. Тут их три штуки. ААА идут. Я ведь даже не посмотрела, какие нужны батарейки. Просто взяла по умолчанию. Батарейки были вот такие. Батерли. Кому интересно, может быть, вы уже выбрали такую штуку. Но мне правда интересно. Я, мне кажется, этих светильников и не видела. Вот впервые зашла. Это очень даренье от нас фикс прайс. И он оказался настолько богатый на товар. Тот, в который я всегда хожу. Это просто вот обнять и плакать. А вот тут прямо крутышка. Так, где тут плюс-минус? Я же слепая. Так, во, вижу. Минус. Вот так. Вот так. Этот выходит вот так. И тут. Опа. Вот так. Закрываем. Может, не работает. 350, что ли. Сейчас посмотрю, поцениваю. А, работает. Ой, он еще и горит. Смотрите, он дымит. Ой, какой классный. Да мне за него и больше не жалко. Либо 300, либо 350. Какое чудо. Мне очень нравится. Я думала, у меня Макс его заберет. Сколько шум стоит-то? Так, смотрим. Видно? Ну, в общем, вам наверняка уже видно. Я вообще фикс-пресс показываю-то. Да, декоративный светильник 348. Какой он классный. Давайте свет выключим, кому интересно. Сейчас, подождите. Ну? Супер. Нравится. Прямо очень нравится. Мега нравится. Девочки, у кого есть, обратите внимание. Но это правда прелесть. Это просто вот прелесть. Далее. По фикс-прайсу. Армина меня подразнила. Показала вот такие баночки. Она взяла под соль, под сахар. А у меня под соль, под сахар уже прямо вот на постоянной основе баночки есть. Но у меня нету под соду. Мы, в общем, из обычной банки. Я там написала сода и не пойми чего, в общем. А тут, смотрите, какая прелесть. И вот как раз соду мы сюда пересыпем. Объем здесь. Давайте вот так я покажу. Очень симпатичненькая. Мне прямо кажется, что банк-крутышка. Такая. Фикси Невею взяла. 200 примерно рублей. Черная и белая. Далее. Снова взяла моим мужчинам. Ну, Максу, наверное. Потому что он сейчас очень много гуляет. И стаптывает. Протирает носочки. 27-29 вот такие спортивные. И вот вторая пара. Точно такие же зувей. Ну, зувей уже проверены. Мне и женские зувей нравятся. Вот мужские. Что я тут как-то некрасиво разложила. Так. Фикси. Солнечный завтрак. Мультизерновое. 50, по-моему, 9 рублей. Но я вам чек уже показала. Вечерами порой так есть хочется. А меня же семья. Ну, как семья-сестра. Уговорила все-таки заниматься. Делать упражнения. А вот когда уже стараешься, что-то делаешь. Ну, тогда и за питанием больше следишь. Потому что вроде как усилия, чтобы не напрасно прилагать. Я вот взяла себе, когда уж сильно хочется, вот несколько штучек. Можно и погрызть. Тут разные вкусы, судя по всему. Но я не видела. Срок годности 6 месяцев. 270 грамм. Где-то 6 месяцев-то откуда меряем-то. 28 мая. Еще сроки хорошие. Так. Далее. А что же у нас дальше? Ага. Вот это где я взяла? Это в магнит-косметик, наверное, бреф. Самый бюджетный. Да. Почти 200 рублей, по-моему. Если. Ну да. Не помню точно. Но мне кажется, очень вкусно должно пахнуть. Такой бреф взяла. Я что-то с 5 на 10 я тут прыгаю. Я все на камин смотрю. У Наташи Наталии Ворлд. Не буду врать. В общем, Наташа. Дай знать, что это ты. Наташа очень любит бальзамы. Как я. Только у нее коллекция богатая, красивенная. И когда я у нее смотрела ролик с коллекцией бальзамов, я влюбилась в один бальзам. Она сказала, что она его приобрела на Валберис. Но что я сделала? Я сиганула на Валберис. И мне нужно было срочно вот это авокадо. С виду, ну, так себе. Не сильно-то и красавитое. Куда я потеряла? Тут была бумажка. И он был еще в упаковке. Ну, вы посмотрите. А это правда авокадо. В разрезе это такое крутое авокадо. Шоколадный потрясающий аромат. Ну, в общем, мне в коллекцию нужно было срочно это авокадо. Я его приобрела. Вставай ровно. Не падай. Ты ровненько встанешь. А вот с бумажкой ты стоял. Зачем я тебе ее оторвала? Что, прям не будешь? Ну, лежи. Что ж теперь сделаешь? Смотрите, какой капризный. Так, и любителям книг посвящается. Недавно, когда мы с вами смотрели мои книжные полки, я Жоржа Санда назвала он. Я когда вижу мужское имя, я так бывает делаю. Ну, это женщина, да. Я знаю, что ее зовут Аврора. И из всей ее биографии я еще знаю, что она пересекалась с Шопеном Фредериком. И не жили ли они совместно, или они дружили. Вот ничего не знаю. Но знаю, что они пересекались. И девочки написали, что у нее интересная биография. Лена, по-моему, написала. И я подумала, ну, почему бы и не приобрести тогда и биографию. Тогда уж точно я ее им не назову. Только на Валберс была букинистика. Андре Моруа написал. У меня от Андре Моруа есть три дюма. Старенькая книжка. То есть букинистика это уже перепродажа. 1988 год. Но чем мне понравилась именно эта книга, ее биография, тем, что здесь, если вот так посмотреть, видите, вставки, фото вставки. Смотрите на книжку, не на коммент сейчас, потому что я вам фотографию покажу. И действительно, вот, видите, все в фотографиях. Я все показывать не буду, иначе вам будет просто неинтересно, если вы захотите такую биографию иметь. Я вот эту книгу в хорошем состоянии взяла за 130 рублей. Они, бывает, аж до 400 доходят. Но вот я подумала, что мне этого достаточно. Вот она сама. Жорж Сант. По-моему, я тут видела и Шопена фотографии. А вот где я его видела? Ну, мелькал. А вот, 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 Фредерик Шопен. Вот эти есть. Тут тоже он получается. В Марселе набросок. Ну, в общем, вот, буду знакомиться. Так, давай, Халва, я на тебя пока так прижму. Потому что книжки мне больше некуда положить. Что я взяла еще сама на Валберес? Я взяла Тенища за этот полдень. У нас есть такая мини-книжная группа с девочками. Ну, вот, как одной надо, так сразу всем срочно надо. Бывает такой момент. Ну, на самом деле, у девочек уже эти книги были. Но мне теперь надо последний. Вот, и мне прямо захотелось. И я ее приобрела. Это уже новое издание. Вот это гладенькое. Здесь глянцевое. Тенища за этот полдень. Вышел в свет роман в 64-м году. Огромный успех. Зеленый дол деревня. Ну, интересно, да. Кто смотрел фильм, фильм это небольшой кусочек, по-моему, основан из этой книги. То есть в книге намного больше информации. Так, чуть-чуть вот так откачу, чтобы книжки было видно. Так, и что я вам еще хочу показать. В фикс прайс в этот в дальний я ходила два раза. Там первый раз мы сходили, я там покрутила, повертела две книги в руках. Думала, надо, не надо, надо, не надо. Мне сестра говорит, сомневаешься? Не бери. Ну, я и не взяла. Поставила их на полочку. Ушли. И вот я дома все ходила, вечер весь думала, надо, не надо. И потом решила, надо. Почему надо? У меня, во-первых, есть одна книга Джонатан Франзен. Поправки. Я ее еще не читала. Брала тоже фикс прайс. Тут достаточно мелко. Газетная бумага. Она стоит 299 рублей. Но я подумала, что мне пойдет. И что интересно, что когда я думала, вечер, надо мне или не надо, те две книги, которые увидела, я залезла опять же на Валберрис, посмотрела от корпуса. Цены 700-800 рублей. И в комментариях, ну, сами комментарии, что бумага газетная, как можно за такую цену продавать газету. И я тогда подумала, что, ну, за 300 рублей выгоднее. Единственный минус фикс прайс, это мелко написано. Ну, в общем, вот. Перекрестки и свободу я сходила и взяла. Две книги 16 плюс, а вот перекрестки 18 плюс. Поэтому, не знаю, не знаю, очень красиво. Они просто вот вместе, если будут, очень красиво. Я не знаю, сколько еще книг у Франзена. Я помню безгрешность еще. А дальше не помню, есть ли еще что-то. Вот. И насчет вот свободы, так же, как и в поправках, шрифт мелкий, газета, бумага газета. И в перекрестках тоже самое, но, по-моему, здесь еще мелче шрифт. Страниц много, ну-ка. Да, вот здесь вот прямо, а нет, тоже мелко. Мелко, все мелко. И смотрятся они, в общем, вот так вот красиво. Смотрите, как на полочке будут смотреться. Наверное, показала я все. Может быть, только какие-то мелочи не понесла. Но, в принципе, они не сильно интересные. Макс, иди-ка на секундочку. Давайте покажем Максиму. Пойди наш камин посмотри. Интересно, как вот он, что скажет. Как тебе? Ага. Круто? Довольно-таки прикольно получилось. Ну, прямо вообще, как будто огонь горит. Прям огонь. Ну да, такой светильничек. Можно подвешивать, может стоять. Я жду лучшего, если честно. И я думала, что просто будет там подсветочка, а оно вон как. Жалко, на камере так не передается. Реальности это выглядит поприятнее. Ну да. Ну вот мы свет выключали. Вот такое прямо круто. Ну, в общем, все. Давайте будем прощаться. Максу понравилось. Главное, чтобы не отжал к себе. А, не мое? Это нет, это не твое. Буду с вами прощаться. Всем прекрасного настроения. Катюша, огромное тебе спасибо за приятнейшие подарки. Ссылку оставлю на твой канал. Возможно, ты к нему еще вернешься и будешь нам что-то показывать интересненькое. Ну, а я буду прощаться. Всем хорошего настроения. И всем пока. Всем пока. Продолжение следует.